Белый барс и зелантов змей – два геральдических символа, на которые могла бы претендовать наша республика. Барс с Харугвью до начала XIII века принадлежал Волжской Булгарии. Такое изображение зафиксировал царский титулярник. Позднее потомки булгар, татары, башкиры, русские по Волжье объединились под крылами змея в Казанскую губернию. Поскольку у Чуваши, как и у других соседей, собственной административно-территориальной единицы не было, пользовались уже существующим символом. После революции 1917 года встал вопрос о создании национальных чувашских символов. Не путать с государственными. Их еще быть не могло. В июне 1917 года в городе Симбирск был создан первый общенациональный чувашский съезд, на который собралось порядка 800 делегатов с различных губерний страны. Они выразили свои резолюции пожелания о том, какого они желают видеть будущее страны и своего народа. Были ряд фундаментальных и важных резолюций по политическому вопросу, по государственному устройству, по культурному возрождению, экономическому развитию, социальным отношениям. Мы говорим о национальных символах чувашского народа, а не о государственных, как мы привыкли сейчас. Почему? Дело в том, что тогда еще не было чувашской республики и своей государственности. Итак, имеется такая запись. Пункт номер 3. Резолюция по национальным вопросам. В целях объединения чуваш СИЕС находит необходимый немедленно приступить к созданию национального флага и значка чувашского национального общества. Сразу тут замечу, что здесь написано о том, что флаг должен быть двусторонним. Что это значит? То есть каждая сторона должна быть лицевая и отличаться друг от друга. Итак, дальше читаю. Флаг, с одной стороны, должен быть цвета наиболее чувашами любимого в древности и более распространенного в настоящее время с национальными рисунками и узорами. О каком цвете, ну, наверное, несложно догадаться. Здесь идет речь о белом цвете с желтоватым оттенком. Позднее именно такое цветовое решение было принято в январе 2018 года, когда все-таки этот флаг утвердили. Флаг должен быть по рисунку настолько прост, чтобы его могли сделать и разрисовывать крестьянки-чувашки. Значок, то есть герб, должен иметь инициалы ЧНО – Чувашко-национальное общество. Почему именно эта организация? Потому что по решениям этого съезда именно Чувашко-национальное общество должно было стать основным национально-представительным органом Чувашского народа на территории всей России. После революции, а точнее в 1926 году с созданием Чувашской автономной республики, стал вопрос о собственной государственной атрибутике. До этого времени обходились российской символикой, лишь переведя текст для печати на чувашский язык. На рубеже 1925-1926 года шесть автономных республик РСФСР, в том числе Чувашская республика, предоставили свои герб и флаг, эскиз. И также известно из этой литературы, что они приняты не были. Описание флага, он говорит о том, что он должен был белого цвета, флаг, с чувашскими золотистыми узорами по краям. Очень интересное и неожиданное это было, такое свидетельство, потому что, как я уже сказал, все-таки считали, что в Советской России все флаги должны быть только красного цвета. То есть цвета интернационала. А гербы не отличаются от российских. В марте 1926 года была создана новая комиссия, уже при ЦИК Чувашской ССР. Чувашская республика, как основная часть РСФСР, должна иметь герб в общих чертах, сходный с гербом РСФСР. Так как в основном цели задачи Чувашской республики и РСФСР общие, и поэтому может быть сохранены в гербе часть СССР венок из колосьев серп и молот. Чтобы оттенить в гербе национальные особенности Чувашской республики, признать необходимым элементами его, кроме венка из колосьев серпа и молота, пятиконечную древнебулгарскую звезду. Так, в декабре 1926 года была создана новая комиссия при ЦИК Чувашской ССР, куда вошли уже другие люди. Из-за партийных разногласий покинули его ряд различных деятелей. И было принято новое решение о том, чтобы сделать флаг максимально сходный с флагом РСФСР. Вот мы уже хорошо знаем вот этот на красном полотничье белая вставка, который изображает Сурбан. Решение о создании такого флага было закреплено уже в марте 1927 года на Втором Всечувашском съезде Советов. И считается, это наш первый государственный флаг и герб, который вошел в нашу историю. Автором первого в истории республики герба стал Петр Мартенс. Ему принадлежал эскиз Чувашского флага. Правда, просуществовали они недолго. Национальные элементы из герба и флага были убраны уже в 1938 году и вновь появились только в 1992. Для тех, кто не знает или запамятовал, в конце 1991 года Союз Советских Социалистических Республик приказал долго жить. Этому предшествовал целый ряд явлений и событий. О них можно прочитать в учебниках и интернете. Мы же углубляться не станем. 26 декабря Советом Республики Верховного Совета была принята декларация о прекращении существования СССР в связи с образованием Союза независимых государств. Государства не было Советского Союза. Новое государство России еще Конституции только приняли 19 декабря 1993 года. И получил в какой-то степени вакуум в бывших автономных республиках, регионных областях. И для стабилизации государственного устройства, так будем говорить, республики, надо было хотя бы принять о государственных символах, которые бы цементировало и стало паровой основой для нормального функционирования экономики, культуры. К этому моменту Чуваша из автономной превратилась сначала в Советскую Социалистическую, а затем в Чувашскую Республику. По сути, совершенно новая административная единица, обладающая суверенитетом. Поэтому вопрос о символах государственности был неизбежен. Вряд ли что-то из того, что мы способны делать сегодня, так живуче, как гербы и флаги. Это может быть несправедливо, но история научила нас, что гербы живут веками. И что то, что мы сегодня создаем, проживет 200-300, а может быть и больше лет. И спустя несколько столетий, возможно, останется единственным, что будет напоминать о нас с вами, нашим потомкам, что останется, достанется им в руки, что они будут использовать так же, как мы. Поэтому создание символов – дело действительно очень ответственное, потому что это то, что будет рассказывать о нас всегда. Это то, что мы подарим не только себе, но и многим-многим поколениям после нас. Это то, почему будут вспоминать наше время. Депутаты Верховного Совета Чувашия тех лет вспоминают. Подготовительная работа велась около двух лет. Завершилась она объявлением конкурса на проект «Герба и флага». Победителем был признан художник Ильей Юрьев. Это была непростая работа, поскольку, во-первых, было очень большое количество наших депутатов. В нашем Верховном Совете тогда было 200 депутатов. Найти консенсус, взаимопонимание, согласие, единое мнение было очень сложно. Даже получить большинство бывало достаточно сложно. Это во-первых. Во-вторых, на конкурс было представлено очень большое количество работ. Вот примеры, можно сказать, что итоги первого этапа конкурса, который подводили в 1991 году, шестерых, по сути, победителей обозначили. Первый получил один первую премию в размере 75-750 рублей. Но это не такая большая сумма была, потому что в те годы, кто помнит, начало 90-х годов, была сумасшедшая, глопирующая инфляция. Две премии второе место и три премии за третье место. То есть 6 человек были обозначены. Рабочая группа дальше, конкурсная комиссия дальше продолжала свою работу. В составе конкурсной комиссии, это уже таки надо сказать, были не только депутаты Верховного Совета, были, вот вспоминали Айдак Аркадий Павлович, депутат Народный Советского Союза тогда. Были деятели культуры, искусства, художники, ученые, общественно известные люди. В составе комиссии работало 28 человек, это тоже достаточно большая. Она была зато разноплановая, содержательная, и в конце концов мы пришли к тому, к чему пришли. Когда приняли декларацию о суверенитете, и сразу возникла гимн, флаг, герб нужен. И сразу задания по Творческим Союзам стали заниматься этим. У Ильи Михайловича было уже готово все это. Разрабатывалось, сделалось, и было сделано. Был объявлен конкурс у нас в Верховном Совете на создание их. Ильи не принимал участие. Был первый тур, второй тур, просматривали, он ничего не подавал. Зачем? А зачем, говорит, сам это? И когда уже последнее заседание Верховного Совета, когда надо, он привез, выставил, и все ясно. Вне конкурса, там отборы были, там по турам, участвовали где-то с десятых художников, наверное, у нас точно цифры я не помню. Начиная от самых самодеятельных и до профессиональных художников, профессиональных художников, как вот Юхтар, самый Федор Мадоров, там он был, проект подавал, там еще несколько художников. Ну, интересный проект. Они могли быть, каждый могли быть. Спор, наша комиссия по культуре даже разделилась в этом отношении, в отношении какой герб принимать, спор и прочее все это. Только вот конечное заседание Верховного Совета, голосование там прочее решено. Ну, дискуссия была серьезная. Юрьев, конечно, он в этом деле, он почему не принимал участие в конкурсе? Он знал, что все, кто подключается, кто работает, это, ну, дилетанты в этом деле. Прямо я говорю, не обидно ни для Федора Ивановича, ни для Юхтара, ни для кого-либо. Профессионал, он единственный профессионал, он на этом уже, вот, я говорю, полвека работал в этой сфере. И поэтому он уверен был, знал, что никакой другой. Он подал, конечно, полную завершенность, все как нужно. Предложенные Юрьевым эскизы были уникальны не только для конкурса, но и для геральдического искусства в целом. Впервые в истории Лей Михайлович использовал в качестве геральдических символов элементы национального орнамента, стилизованное древо жизни и солярные звезды. Лозунгом, вот, объединяющим или выражающим суть герба и флага, это были слова Петраху Зангая, нашего знаменитого поэта, нашего выдающегося гражданина республики, о том, что чуваши есть, были, есть и будут, я беру полно полуатпар. Одновременно, я думаю, тут еще были три составляющих, которые он постоянно решал. Это истина, добро и красота. По законам Геральдики понятно, что Герр должен был обязательно на щите, щит этот, вот, он германский, немецкий, вообще говоря. Множество разных щитов Геральдики, он решил, что вот это самое будет выразительным. Чуваши в этом отношении получил огромное богатство его. Разработка чувашского орнамента, древнего, старинного узора, все, которые пришли нам из истории в вышивках и в других видах изделий человеческих рук, пришли в Чувашию. Он это все изучив, собрав, выработал свою, свою целую, самый, свод разработок в печать, для печати, для книжной печати, для пригласительных билетов, для вот таких, для праздничных мероприятий. Все комплекты разработаны, вся эта система, она у нее существует, она сделала это. Ничего подобного, ни в других республиках, губерниках, ничего подобного нет такого. Вот такой вот уникум был Илья Михайлович. Став автором утвержденных герба и флага, Илья Юрьев увековечил для истории еще несколько имен. Анатолий Ухтияров, начальник правового управления Верховного Совета Чувашской Республики, с гордостью показывает свою подпись на документах, определяющих статус и порядок использования государственных символов. Это сегодня мы же привыкли, и государственный флаг Чувашской Республики реют над зданиями государственных органов, над зданиями сельских поселений и представительств. Они теперь уже тиражируются в массовом порядке. Ну а тогда это соотношение государственных флагов, это 5 к 8, как предусмотрено в положении и в законе. И единственным экземпляром был изготовлен в ателье. Именно вот этот оригинал был водружен над домом правительства Чувашской Республики. Это на площади Ленина, как тогда называлась площадь, а сейчас площадь Республики. И после уже изготовления дубликата, не дубликат уже, но для массового использования этот флаг, оригинал, был снят. Формируйте слово. Академическое пение должно быть не в фольклорной коллективе. Еще раз, пожалуйста, формируйте текст, еще раз говорю. Для главного дирижера Чувашской государственной академической симфонической капеллы Мариса Еклашкина Таван Сержев – произведение особенное. И не только потому, что это гимн Республики. В начале 90-х он активно участвовал в депутатских спорах и дискуссиях вокруг госсимбола. Председатель Верховного Совета Чувашской Республики Кобарев Эдор Алексеевич, а также председатели комитетов Верховного Совета нашей Республики Академ Петрович Хузангай, Пёрси и Паньс Краснов тоже были этим вопросом озабочены. Почему? Потому что часть депутатов Верховного Совета были склонны тем, чтобы принять за основу гимна Чувашскую народную песню, в свое время она известна как обработка Степана Максимова «Алран Кайми Аги Сухи». Но в то же время был внесен проект, это на предмет гимна, проект, песня Герма Степанча Лебедева, на стихи Ильи Тукташа «Тванжер жив», песня о Рогине. И вот раздается телефонный звонок, и Академ Петрович Хузангай говорит о том, что я должен прибыть на сессию Верховного Совета Республики. А я говорю, а почему и как? Мы не можем принять гимн. Депутатский корпус разделился, а мне объяснил ситуацию. Я говорю, понял, Лебедевик Петрович. Прошу тебя прибыть, пожалуйста, к нам на сессию Верховного Совета и высказать свои отношения по поводу данного проекта. «Алран Кайми Сухи» — великая, гениальная совершенно песня. Я каким-то образом, как тогда говорил, эта песня взята как национальный гимн чувашского народа, но не республики, как государственности. И мои доводы в отношении гимна как проекта Герма Степанча Лебедева, песню, начала преобладать в сознании депутатов. И я почувствовал это. А в то же время уже стоял хор. Мы договорились, значит, Эдуард Алексеевич Куберов, договорившись с председателем, а тем первым, что в Зангай, ты, на всякий случай, Морис, пригласи хор, чтобы мы его показали живьем, исполнили. Долго не задумываясь, Эдуард Алексеевич говорит, ставлю на голосование, кто за то, чтобы принять гимн, за основанный гимн Алан Кайми Сухи — часть депутатов. Кто против, кто задержался и так далее. Кто за гимн проекта, песню Герма Степанча Лебедева, большинством голосов проголосовали. Это первый этап. Второй этап. Накануне День государственности. 24 июня. Аттен Петрович Кузангай ставит вопрос, а теперь нам нужна запись срочным образом этого гимна. И задача ставилась таким образом, что это было очень качественное, прекрасное исполнение. А у меня в свое время был большим моим приятелем, это главный дирижер симфонического оркестра Гостелерадио СССР, он возглавлял симфонический оркестр и эстрадной симфонической музыки. Это Александр Георгиевич Михайлов. Я к нему буквально с ним созваниваюсь, и высказываю, начнется такое у нас предложение к вам, Александр Георгиевич, он говорит, без всякого разговора приезжай и записывай. Ноты привези с собой, партитуры, голоса. И я приезжаю в Гостелерадио, приезжаю, значит, на Качалово 24, государственный дом радиовещания звукозаписи. Только захожу через проходное, говорят, вы, Яклашкин, и я, вас ждет оркестр. Это была четвертая студия, 120 человек оркестр, операторы готовы, ноты разложены, оркестр ждет. Взмак дирижера, одна проба, вторая проба, три пробы, послушали и записали. И в тот же день я въезжаю в Чебоксары, приезжаю к себе в Гостелерадио, Чувашкой республики, значит, и мы... Есть запись оркестра, я одеваю наушники, хор наш, Гостелерадио, и таким образом мы записали. Уже есть полная, есть запись гимна. Хор, оркестр. Вот само вступление уже можно дальше не играть, вот это сыграть можно вот так, это уже подчеркивает, но ось, дух. И мазмах. Торжественность такая, великая. Слушаешь эти рассказы и понимаешь, нелегкое это дело, государственное строительство, зато какое интересное и важное. А самое главное то, что выбор в конечном итоге оказался верным. За 25 лет в общественно-политической жизни Чувашии чего только не произошло и не поменялось, а госсимулы остались неизменными. Так что депутатский корпус и власти Чувашии тех лет вне всякого сомнения оставили заметный след в истории. На самом деле, конец 80-х годов прошлого века и первая половина 90-х годов это переломные годы в истории государства российского, да не только российского, по сути всех стран, всех республик, которые ходили в состав Советского Союза и распад Советского Союза, формирование и становление новой государственности Российской Федерации, соответственно, приобретение символов республиками, регионами и так далее. Ну, те, кто жил, я думаю, что те, кто творил, даже те, кто учился в тот период, он все равно впитывал в себя вот эти общественные элементы общественного сознания, был где-то рядом, может быть, далеко кто-то близко, рядом с общественными настроениями, с общественными движениями, с общественными организациями, массовыми акциями. Он, я думаю, что каждый себя должен считать по крайней мере, творцом истории. К этому остается добавить, что к государственным символам в нашей республике по-прежнему относятся с огромным уважением. Проявлением патриотизма можно считать и тот факт, что большинство муниципальных образований в сельских поселениях у нас имеют свои гербы и флаги, каких только геральдических символов не появилось за 25 лет. Но главными для нас были и остаются древо жизни и три солнца над ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова